всем привет в предыдущем видео по вращению с помощью материала люди писали типа почему с помощью материала будет меньше затрат влиять все то же самое же вращение идет именно не того почему а того где это то есть с помощью бупринтов вы то что производите вращение да это тики и так далее это происходит на уровне процессора если вам необходимо с помощью материала будет вращать то есть у вас допустим какие-то элементы да будет производиться вращение это будет обрабатываться на видеокарте на gpu то есть вот из-за того что у вас допустим слабенький процессор видеокарта уже там я не знаю 6 гиговая какая-нибудь стоит вот это вот эти вращения с помощью материала будут намного удачливые так скажем выполняться чем с помощью процессора ну и также написали что необходимо сделать не мировое вращение как в этом случае типа если элементы будут как-то изменяться и вот естественно да то есть какие-то проблемы возникнут если но это при учете что вы вот так вот поставить его то есть если элемент будет изначально в таком состоянии и уже когда вы с помощью управления будете это сделать это не будет вот так вот изгибаться все станет нормально то есть это не обязательно вот сейчас он мировое вращение приобретает и естественно и имеется какие-то проблемы но если у вас изначально дрон будет таких мировых позициях то при запуске ничего не изменится но давайте сделаем уже чуть-чуть измененную версию этого материала я создал отдельный материал вот он просто здесь накинуты текстуры и у нас нет никаких мировых смещений пока еще здесь будет структура чуть-чуть другая во-первых мы сначала делаем ротейль так ротейт не ротейт about word axis ну то есть да не вот этот версию ротейт about axis просто да и нам необходимо еще сюда подавать вертекс кава вертекс кава с помощью ноду мультиплей мы будем умножать наш вертекс кава вертекс кава на поворот это мы все ставим бород позиция и теперь нам необходимо подавать позицию в данном случае позиция у нас будет абсолютно и мировая потому что для того чтобы определить наш предмет нужна мировая позиция где он находится и pivot point у нас будет там где сам предмет находится то есть данном случае это object object pivot point подаем его в pivot point rotate angle и нормализм мы здесь по сути похожая структура что там было подаем в тайм наше время умножаем ее на переменную которым мы можем изменять это нажимаем буковку с и тыкаем получается параметр назовем его спит это у нас скорость вращение давайте выставим в районе там идти а там уже подкорректируем но и нормализация мы будем брать наш объект точнее ориентацию объекта объект объект так объект ориентейшн далее давайте достанем вектор так как он там называется ротейт ротейт вектора где-то давайте напишем это ротейт вектор он у нас есть и миска и вектор по сути без разницы откуда брать наш объект ориентейшн мы вектор ту ротейт делаем но и в лук это вектор мы подаем по сути тот вектор который нам необходим мы можем нажать цифру q3 на клавиатуре тыкнуть и у нас будет константа константа трех векторов либо нажать make cloud при это то есть подаем три вектора которые нам необходимы и с помощью тех же самых параметров мы можем подать x далее подаем y вот это гораздо удобнее и это у нас будет z давайте на z подадим единицу то есть мы здесь активируем то что у нас это будет вращаться по оси z либо если мы ставили вот это тоже назад единицу и подаете уже вот сюда я от этого отказываюсь в данном случае и подам через make cloud делаем сохранение компиляцию да да здесь инструкции гораздо больше но это все будет обрабатываться на видеокарте и как видите у нас эти завращались то есть если я выделю наши вертушки вот наш материал я его подаю сюда и все отлично работает если я его поворачиваю естественно все изменяется как необходимо старый материал у нас багует но как я уже вам несколько раз сказал если он будет в таком положении и вы запустите с управлением ничего не сломается так что пишите в комментариях стоило ли вот это видео выпуску или же можно было остановиться на предыдущем на этом все до скорой встречи всем пока